Всем здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие! Осталась ровно неделя у нас до Рождества. И сегодня я с вами погуляю немножечко по улицам наших городов Райда, Шанклина и даже Вентнера немного. Мы с вами посмотрим, как украшаются витрины, что у нас здесь на улицах происходит. И я даже прокачусь с вами по предпраздничному городу, по предпраздничным улицам нашего острова. Давайте мы с вами посмотрим это всё. И я вам расскажу, как обычно, всё, что происходит нового здесь. Ну и вначале, конечно же, только о хорошем. Я обещала держать вас в курсе по поводу купли-продажи квартиры моей соседки Джун. И я хочу вам рассказать то, что я ещё узнала. Не все те новости, которые были по её квартире, были верными. Я немного вот сейчас хочу уточнить для тех, кто интересуется. Во-первых, как получилось, что Джун тут на той неделе, она решила переезжать, потихонечку стала переносить свои вещи. Я вышла ей помогать. Познакомились мы и встретились с её сестрой. И вот что они мне вдвоём уже рассказали о своих планах. Ну, во-первых, когда я посочувствовала и сказала, что как-то квартира, во-первых, очень быстро продалась, квартира Джун. И, скорее всего, что она, наверное, немного продешевила и потеряла деньги. 125 тысяч фунтов, как я вам первоначально сказала, она продала эту квартиру. Она мне уточнила, сказала, что нет, это я выставила эту квартиру за такую цену, но у меня сразу было более 10 предложений. Представляете? Здесь это называется ОФА-предложение. И если вот как бы квартира пользуется таким спросом, то уже начинает агентство её как бы выставлять на торги. Кто больше даст? Ну, это, наверное, как везде. Здесь это тоже так же. И первоначальную цену 125 тысяч фунтов сразу же перебили на 130. 130 предложил кто-то, потом Джун говорит, уже ей предложили 132, 133, потом женщина предложила 135, и в конце концов, лучшее предложение было 138 тысяч фунтов стерлингов. И вот за эту цену она и согласилась и подписала договор. Вот сейчас потихонечку она переезжает. Конечно же, она заказала автомобиль большой, ванн для перевозки мебели своей. Ну, а это, она говорит, я просто хочу такие вот личные вещи, какие-то бьющиеся, мало ли пропадут или что. Мы хотим их сами сейчас погрузить в машину и отвезти к сестре. Ну, и вот я им помогала. Мы не так и долго занимались этим. И потом они меня пригласили к себе на чай. И вы знаете, уже в процессе разговора они мне поведали то, что они хотят, в конце концов, в дальнейшем осуществить. Они хотят переехать вдвоём в дом over 60. Здесь есть такие тоже дома, называются для людей over 60, старше 60 лет, которые представляют из себя, знаете, ну, такой дом гостиничного типа. Несколько этажей, общий коридор, большие холлы, в которых могут эти люди встречаться. Ну, вот я нашла вам примерно вот такой у нас этот, есть один дом в Ньюпорте. Ну, там самое главное то, что там есть вот скорая помощь, дежурит постоянно медсестра. Ну, ещё, наверное, хорошо то, что там охрана круглосуточная. И потом, вот как рассказывает Джуна и её сестра, что там всегда можно пойти померить давление, всегда можно какие-то таблетки попросить. Ну, и, конечно же, они волнуются. Вот если вечером вдруг что-то случится, станет плохо, то там всегда можно тут же пригласить врача, тут же пригласить медсестру, которые окажут помощь. Вот, вы знаете, такие вот дома over 60, здесь они очень распространены. И там у вас получается как бы вот такая вот гостиничного типа квартирка отдельная, в которой вы можете проживать спокойно. Там маленькая кухонка, небольшая спальня отдельно, небольшая гостиная и совместно туалет и обязательно душ, душевая кабина. Хотела вам найти фотографии, но, вы знаете, что-то как-то мне не попались они. Так что вот сейчас Джун со своей сестрой, как они сказали, они будут не торопясь искать себе вот такой вот красивый хороший дом over 60 с садом, с парковками. Ну и чтобы им нравилось расположение недалеко от моря. У нас в основном в Ньюпорте есть такие дома, вот один из них я вам показала. Но он в самом центре стоит, там, конечно, никакого сада ничего нет. Но эти квартирки, они недорогие, по крайней мере, насколько я помню раньше, они стоили от 80-90 тысяч фунтов. Да, я думаю, что, наверное, примерно вот за 80 тысяч они и сейчас продаются. Вряд ли там сильно изменилась цена. А я хочу вам показать, друзья, вот посмотрите, какая здесь очередь. Не могла я, конечно же, мимо пройти, не показать вам вот эту огромную очередь. Обратите внимание, и вы поняли, что это в аптеку вот такая вот очередь. Просто непривычно, поэтому я и показываю. Ну и вот она, аптека, вход, и написано, что пропускается всего лишь по 4 человека внутрь. Поэтому и столько людей здесь скопилось. Ну и как раз заодно я хочу вам сказать, друзья, что все вернулось вновь. У нас сейчас опять обязали всех носить маски, вы видите, да, даже на улице. Сейчас даже все еще более усугубилось. Вновь вернулись все запреты. В общем, какой-то кошмар происходит опять. Сейчас вот, говорят, появился новый какой-то укол. Бустерный укол так называемый. Наверное, слышали, он сейчас стал применяться во многих европейских странах. В том числе и здесь у нас на острове Уайт. И говорят, что эта бустерная доза работает как дополнительная, которая усиливает защиту и предлагает больше защитных свойств иммунной системе для предотвращения любых атак со стороны вируса. Ну и дальше написано, что вы можете получить этот третий укол, если у вас есть уже два первых. Вот, понимаете, точной какой-то еще более подробной информации я даже не могу ничего сказать. Я только знаю, что у нас сейчас просто сумасшествие в связи с тем, что все хотят вот этот бустерный укол получить. И даже приходят уже сообщения на мобильные телефоны, что, пожалуйста, не звоните никуда в регистратуру, чтобы записаться на бустерный укол, потому что у нас очень много желающих. Сказали, что более 4 миллионов там, по-моему, в день по всей Великобритании. Они записались на прием. Ну и эти уколы, конечно, делают. Но сейчас я попробовала записаться онлайн. Мне сказали, что если только прошло больше двух месяцев после второго укола, вы имеете право записаться. Но возможно, что это просто сейчас такая, еще поставили такое ограничение, потому что очень много людей хотят получить эту бустерную дозу. Ну и вот как ни крути, как ни стараюсь я вам показывать какие-то положительные моменты, но все равно меня жизнь возвращает все время к этому сюжету. Вот очередь это удивила. Ну вот, давайте я вас немножко еще отвлеку. Я зашла в магазин мебельный, хотела посмотреть, какие цены нынче у нас на мягкую мебель здесь. И вот первый ближайший магазин в центре Шанклина меня удивил. Посмотрите, вот двухспальный диван, 750 фунтов стоит. Кресло уже со скидкой 699 фунтов. Ну и дальше уже мне даже желания не было смотреть. Просто показала вам опять очередные цены здесь, в Англии. А мы поехали с вами дальше, друзья. Вот на протяжении всей дороги нашей вы можете посмотреть. Сейчас уже у нас 4 часа вечера и начинают загораться огонечки везде. Я думала, что будут какие-то красивые украшения. Иногда попадались даже такие дома полностью украшены. Хотя сам муниципалитет местный, он особенно улицы к Рождеству не украшает. Видели вы, я показала вам елочку. Она натуральная, конечно, и удивило меня то, что она большая. Не собрана из кусков, а целиком такая большая, найдена в лесу. Но, тем не менее, вот вид у нее какой-то очень-очень скромненький. Это, наверное, так, вы помните, было и в прошлом году. Но в прошлом году хоть огонечков там больше было. А вот здесь сейчас ничего даже похожего. Я не вижу, сколько едем. Хотела показать вам какие-то красивые украшения, гирлянды горящие. Но ничего нет. Быстро сумерки переходят в ночь. Вот и мой автобус сейчас. Видно-видно львам. Показала вам, как я забрал. Вообще не так и поздно еще сейчас. Всего лишь навсего половина пятого вечера. И я еду по центру города Райд. И специально включила камеру. Хоть и темно, но я думаю, вы видите. Особенно никаких украшений, гирлянд, огонечков. Ничего такого здесь и нет. Даже в самом центре Райда. Вот так подкосила всех эта история. Казалось бы, отпустила уже, но опять вернулось все вновь. Я даже не хочу называть эту страшную заразу, которая просто обрушилась на весь мир. И что у нас дальше будет, одному Богу известно. Поэтому как-то у меня сегодня на позитивчике, друзья, и не получилось. Но может быть единственное, что я порадуюсь за Джун, у которой все-таки замечательно прошла ее сделка по продаже недвижимости. И получила она очень приличные деньги за свою квартиру. Вот знаете, иногда хочется показать вам обычный день. Как он здесь проходит у меня. Вот для того, чтобы сделать какое-то видео для вас интересное, это же нужно, вы знаете, как постараться. Запомните, как в той песне пелось «Трое суток жагать», «Трое суток не спать» ради нескольких строчек в газете. Но если б снова начать, я бы выбрала пять бесконечные хлопоты эти.